Здравствуйте, здравствуйте! С вами пастор Генри Мадава. Я надеюсь, что сегодня у вас хороший день, потому что Иисус на престоле. Он царь царей, и в эфире «Голос Победы». Иисус Христос, наш Господь, когда Он пришел на землю, Он пришел избавить нас от силы тьмы. Неважно, в каком направлении Он двигается, Он нас избавляет. И я вот, что я обнаружил в жизни, это то, что дьявол не любит, когда люди развиваются, когда они полноценны. Что такое полноценный человек? Он радуется, он смеется, он радостный в своей семье, в работе, с людьми, с коллегами, везде. То есть это человек, который живет и радуется тому, что живет. И представляете, когда в один миг появляется депрессия, и оно ворует радость, ворует энтузиазм. Если это жена, ворует жену в семью, маму ворует. Получается, человек есть, но все, что должно проявляться в человеке, нету из-за депрессии. Депрессия – это враг. Самое радостное, можно победить депрессию. Вообще-то, эта проповедь так и называется «Побеждать этого великана депрессии», чтобы ты снова ожил, стал человеком полноценным и радовался жизнью. Давайте посмотрим, и в конце будем радоваться и торжествовать. Сегодня проповедь называется «Побеждая великана депрессии». Состояние нашей души определяет состояние и ход нашей жизни. Третье, Иоанна 1 глава, 2 стих, написано «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Замерите, Иоанн утверждает, что здравствование и преуспевание, что эти два зависят, в прямом зависят от состояния твоей души. Многие люди болеют физически не потому, что они там сквозняк или что-то другое. Это состояние души рано или поздно приводит к физическим проблемам. Преуспевание точно так же. Что такое преуспевание? Преуспевание – это полнота, нет недостатка, все есть как надо, все работает. В нашем контексте сегодняшнем душа имеется в виду наши эмоции, наши внутренние настрои и наше помышление, ход мыслей. И вот это взято вместе, оно влияет на твою жизнь. Поверьте, и Бог использует состояние нашей души, и дьявол тоже. Вы видели ли ребята, которые занимаются серфингом? Они ищут волну. Дьявол ищет волну в твою жизнь. Когда появляется эмоциональная волна определенная, дьявол на ней сядет и начинает на этой волне двигаться в поражение твоей жизни. Он ищет эти волны. Но точно так же, я начинаю с негатива, потому что мы понимаем негативно легче, но на самом деле оно хуже. Дух Святой работает с волнами, которые тоже в нашей жизни. Мы послушали проповеди, и мы настроены к Богу. Дух Святой берет этот настрой и приносит чудо в твою жизнь. Вот почему, когда мы слышим проповеди о чем-то, это самое лучшее время получить свободу, получить исцеление, потому что на этот настрой вере Дух Святой Он берет это и входит и начинает исцелять нашу жизнь. Третья книга царства, девятнадцатая глава, двадцать, второй, третий, четвертый, пятый стих. Одна женщина по имени Изавела послала Изавель посланца или сказать «Пусть то и то сделают мне Боги, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душею того, что сделано с душею каждого из них». То есть «отомщу». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути и придя сел под мажевеловым кустом и просил смерти себе и сказал «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под мажевеловым кустом и вот ангел коснулся его и сказал ему «Встань и ешь». Илья в депрессии. Плохо с депрессией тем, что нейтрализует постепенно. Илья сразу не видно, что конец его служения. Не видно было. Но это мы сейчас смотрим его историю, читая Библию, и мы обнаруживаем, это было начало конца. Заметьте, Бог его не бросил. Нет. Бог даже наоборот, потом его забрал на небо, но факт, что на земле его эффективность выключилась с этого момента. Что такое депрессия? Вот. Депрессия, я дам два определения сегодня, в контексте моей проповеди. То есть, это не есть определение словаря, это мое определение, связанное с контекстом моей проповеди. депрессия, это когда внешнее давление проникает вовнутрь твоего сердца. Давление бывает у всех людей. Второе, депрессия, это когда стресс и давление становятся частью твоей внутренности и создают чувства и эмоции, которые тянут тебя вниз. и настолько уже они становятся частью твоего внутреннего мира, что они в тебе начинают создавать определенные чувства, эмоции, ощущения, которые не были до этого, они созданы именно из-за этих давлений. Вопрос большой, чем вызвана депрессия? Первое, что мы видим, его угрожают и вот это внешние угрозы они проникли в душу Ильи. Угроза создает несколько, есть разные виды угрозы. Первое, это угроза жизни, а вторая угроза, это связано сначала с будущим, за обеспечение. Как я буду жить? И бывают угрозы связаны с прошлым. Как сказал один человек, я когда сплю по ночам, я хочу спать, потом думаю, ой, а что если узнают то, что я сделал? Вот сразу у меня сон пропадает. Вот притом самое страшное, я не могу на это повлиять. И вот человек жил под угрозой страха от прошлого. И теперь дьявол на эту волну идет. А что если узнают? Второе, неисполненные ожидания. Илья, когда он убил 850 пророков, ложных пророков, и весь Израиль вроде кричал Господь есть Бог, что он ожидал? Он ожидал все к Богу, царь к Богу, его жена Язавела к Богу, все к Богу, и страна с Богом, Илья, их пророк, все отлично. А что вышло? Илья, да, убьем тебя. Когда? Сегодня. Это не то, что он ожидал. Третье, чем вызвать депрессию? на пример жизни Ильи, не только угроза и не только неисполнение ожидания, но и негативные мысли от пережитого в жизни создают депрессию. Четвертое, депрессия бывает приходит из-за чувства безысходности. То есть, не видна надежда, свет в конце туннеля не виден, признак улучения не виден. Когда вдруг ты увидел себя в своем греховном несовершенном состоянии, и появляется презрение к самому себе. Это то, что Илья сделал, он сказал, а я вообще не лучше, он наверное раньше издевался над своим предками, что они такие грешные, такие плохие, они такие сякие, а он такой вообще святой, ходит с Богом. И потом вдруг он увидел себя и презрение пришло. И Иуда Искариот, когда он это увидел, вот это презрение в себе, он повесился, он даже не мог выдержать больше. Многие люди попадают в депрессию, когда они увидели свое греховное ужасное состояние, особенно если перед этим они себя вели как эталон правильности, и в другой раз ты увидел, что ой, те люди, которые ты вычитывал, они лучше тебя чуть ли не в сто раз. И появляется депрессия. Замерите, когда Бог помогает тебе видеть это, это не с целью тебя уничтожить, а с целью, чтобы ты покаялся и восстановился. Опять же, посмотрим на этого Илью, как проявился в нем депрессия. Первое, он начал бежать, спасать свою жизнь. Он был испуган, напуган, в тревоге, он растерянный, он переживает. Это первое проявление депрессии. Когда у человека депрессия, и начинает проявляться, его организм на пределе живет. Адреналин столько, и поверьте мне, это дело короткого времени, как заболеет серьезно. Организм наш не создан, чтобы жить на пределе. второе. Второе, в Ильи проявился, появилось у него в жизни ему непривычное дело безответственности. Илья был очень ответственным человеком, настолько ответственный, что он был эталоном ответственности. Все учились у него. Вот он есть. А смотрите, что он делает. У него отрок, это его помощник. Он его выбрасывает в Версаве. Этот помощник без Ильи это конец. Все отождествляют этого помощником с Ильей. И Езавель в том числе. Они придут, найдут помощника, что с ним сделают? А Илья его выбрасывает. А кто его защитит? Многие люди выбрасывают много чего. Одно из вещей, что Илья выбросил от безответственности это свое призвание. Третье. Сломанность. Илья, вы видели, как он был великаном, когда он убивал пророка Вала? Он звал там огня с неба. Он там уничтожили. И он сказал, народ, выберите Бога. Выбираем Бога. И он такой точно не сломанный. Он такой, все его боятся. Молва о нем. А здесь что мы видим? Мы видим Илью, который бежит от женщины по имени Езавели. А Илья, где твоя смерть? Где твое дрезновение? Где твоя уверенность в Боге? А где вот стержень, которая была у тебе? Куда делся это все? Напор, который у тебя было? Куда оно делось? Если бы Илья имел возможность сказать, он бы нам сказал, сломали меня внутри. Илья сломали. Все смелые разговоры ушли. Что мы встречаем? Тряпка, которая бегает. Это когда мудрый становится безрассудный, умный становится глупый. Говоришь, я знаю этого человека, у него обычно решения такие трезвые. Что с ним случилось? Как так могло быть? сломанное. Сломанное. И последнее, что мы встречаем у Ильи, он говорит, Господи, возьми мою жизнь. Он хочет умереть. Возьми мою жизнь. Как выходить? Самое первое, если мы хотим выходить из депрессии, это надо принять решение. Я хочу выходить. Псалом 41, 2-7 стих. Как лан желает потоком води, так желает душа моя к тебе, Божья. Жажда душа моя к Богу крепкому живому, когда приду, я влюсь перед лицом Божьим. Слозы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил с глазом радости и славословия празднующего Солма. Что униваешь ты душа моя и что смущаешься уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его Спасителя моего и Бога моего. Унивает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли юрданской, с Ермона, с гори Цуара. Давид говорит, что ты униваешь во мне душа моя. Надо было осознать, что моя душа в депрессии. Осознание сразу же помогает тебе выходить. Второе, делай шаги к Богу, потому что если не к Богу, дьявол найдет временную облегчающую замену. Почему временную облегчающую замену опасную? Дьявол на это берет тебя в зависимости. Давайте посмотрим на жизни нашего Господа Иисуса Христа. Библия говорит, Матфея 26 глава 36 стих. Потом приходит с ними Иисус в место называемой Гефсиманией и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду помолюсь. Иисус и взял с собой Петра и Иоанна и сыновей заведевых и начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит ему Иисус, слушайте его слова, душа моя скорбит, побудьте здесь, пободруйся со мною. Отойдя немного, он пал на лице свое, молился. Отче, если можно, он не хочет умереть за наши грехи уже. Не потому, что он слабый, просто на него пришло вот это состояние депрессии и депрессии, удар души. Но он говорит, но не так, как я хочу, а как ты. И он, когда вернулся назад, что же он нашел? Они спят. Во время депрессии и ты ищешь поддержку, да, и нет. Оно усугубляется. Иисус думал, эти ученики со мною. Когда Иисус висел на кресте, он поднял свой голос и говорит, Отец мой, почему ты оставил меня? Это же состояние людей в депрессии. Я брошенный, я оставленный, я никому не нужен. Я иду сам себе решать мои вопросы. Зачем Иисус пережил все это? Когда он там был, на него напала депрессия, на него напала скорбь, на него напала тоска, это пустоту, потерянности, ненужности, брошенность. Зачем? В это время он взял на себя твои разочарования, твои волнения, твою пустоту, твое желание смерти, твое чувство брошенности. Он взял на себя, зная, что ты придешь с умным лицом, но пораженным внутри. мы можем прийти и сказать, мой Господь взял на себя все мои разочарования, все мои неможи, всю мою депрессию, и на основании того, что он взял, я имею право, верою, получить свободу от депрессии. Как выходить из депрессии? Меняй свои помышления. Не все, что вокруг нас происходит, должно войти внутрь нас. Защищай свою внутренность. Библия говорит, здесь все хранимого храни сердце твое, ибо оттуда источник жизни. Не пускай в твое сердце все, что происходит вокруг тебя. Не надо все пускать. Некоторые люди, мы говорим, уйди из депрессии. Это не означает, что если есть у тебя проблемы внутри, согрешения какие-то, которые ты закрываешь внутри, оно не уйдет. Надо просто открыть, чтобы оно вышло. Если снаружи, не пускай. Если уже внутри, отпускай. Это мы назовем обновление ума. Убрать те старые мысли. К филипийцам 4, 6, по 9. Не заботитесь ни о чем. Но всегда в молитве и прощении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Если уже пришли мысли, пришли, они не уходят. Хорошо, здравствуйте мысли. Признай, что они пришли и высказывай их Богу. Назови как есть. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христа Иисуса. Наконец, братья мои, состры, вы включены. Что только истину, что честно. Бог настолько заботливый, что Он даже нам подсказывает, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели. и похвала, о том помышлайте. И Он говорит, чему вы научились, что приняли, слышали и видели во Мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. И что только честно, то есть, когда приходят мысли, думая о том, что хорошо. Да, слава Богу, что в Боге всегда есть выход, есть решение. В моей жизни очень часто стучит в двери сердца депрессия. По разным причинам. Каждый день я должен принимать решение. Не принять его. И не пускать. Иногда он такие фейерики мне показывает. Давай я приду. Я 5 минут только тебе возьму. Депрессия пытается ко мне прийти, не разрешаю. Легче заранее защититься, чем потом бороться с ним, когда уже вошло. не допусти. Но для того, чтобы побеждать депрессию сначала нужно получить жизнь от того, кто главный победитель. Это Иисус Христос. Если его нет в твоей жизни, ты не сможешь победить депрессию. Поэтому нужно принять Иисуса в свое сердце, чтобы он стал твоим Господом и Спасителем. Если ты желаешь, Иисус Христос был твоим Господом, то я хочу помолиться с тобой. Моли со мной такую молитву. Скажи, Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Войди в мое сердце, Иисус, и будь моим Господом и Спасителем. Во имя Иисуса. Аминь. Если ты помолился эту молитву искренне, то Господь Иисус простил тебя, вошел в твое сердце, теперь ты Божье дитё. Но теперь я хочу помолиться, чтобы депрессия была полностью разрушена и разбита из твоей жизни. Вы не представляете, сколько людей сегодня на земле живут в жизни недоволны и собою, и окружающим, и ими тоже недоволны из-за депрессии. Поэтому во имя Иисуса я приказываю дух депрессии уйди. Я связываю тебя дух нечестие. И я поражаю тебя в жизни людей. Я провозглашаю жизнь. Я провозглашаю прорыв души и эмоций. Все картины негативные, которые постоянно возвращают человека в депрессии, говорю тебе уйди. Грусть, печаль, с недоволствием, чувство, что я жертва, самосожаление. Я разрушаю во имя Иисуса. Напуганность и страх уйди. Депрессия, мы поражаем тебя полностью. Я провозглашаю возвращение жизни, радость, чтобы человек стал снова полноценным, наполненным энтузиазмом во имя Иисуса Христа. Амин. Халлелуя, слава Господу. Депрессия это враг. И самое лучшее, что бывает в жизни, это когда ты проходишь не сам, а с любящими друзьями. Мы хотим с вами пообщаться. Напишите нам, мы будем с радостью отвечать на ваши вопросы и молиться за вас. Бог вас да благословит. До свидания. Любим вас. Пастор Генри Мадава, старший пастор Церквей Победа, президент служения Христос для всех городов. Дело жизни пастора Генри помочь каждому желающему получить спасение через веру в Иисуса Христа и стать целостным для полноценной жизни в обществе. Поэтому служение Христос для всех городов ежегодно проводят фестивали Иисуса по всему миру, евангелизационные собрания с исцелением, где Бог спасает тысячи людей и творит много чудес, избавляя людей от тяжелых болезней, освобождая их и восстанавливая разрушенные жизни. На каждом служении в любой стране мира Бог являет свою силу. На протяжении 20 лет каждую осень у Екатерины Афанасьевны обострялась боль в сердце и сейчас эта боль прошла. Пройдите сюда, пожалуйста. Как вас зовут? Екатерина Афанасьевна. Каждую осень я всегда ощущала сильную боль в сердце и лечилась. Я шла сюда на служение с болью в сердце. А сейчас я свободно себя чувствую, как будто бы и не было. Как давно это было? У нас уже лет 20. 20 лет? Господь, спасибо тебе за это чудо во имя Иисуса. На протяжении 20 лет был хронический ларингит. последние две недели боль обострилась. Сейчас боль ушла. Это связано с чем? Горло, ухо, нос, если знает это все. Ухо, нос. И глаза тоже. Как вроде бы песок насыпало. А сейчас легкость чувствует, и все свободно. Шла с ужасной боль. ухо, нос, нос, и глаза. Все нормально. Спасибо тебе, Господь, во имя Иисуса. Последние четыре года Лариса страдала от периодической боли в спине, особенно при ходьбе. Сейчас после молитвы она может ходить без боли. А где именно болели? Ну, болели с этой стороны. Я положила руку, когда вы начали молиться, и боль просто исчезла. Исчезла, да. Спасибо тебе, Господь, за это. Спасибо.